Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас в Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Это один из самых известных и красивейших музеев Москвы, в котором хранятся настоящие шедевры. А слово шедевр в переводе с французского означает высшая работа, уникальное искусство. Мы с вами находимся в зале Древней Греции. Здесь уникальные коллекции древней керамики. Древнегреческое слово керамос означает глиняная посуда. В Древней Греции лепили из глины кувшины, вазы, блюда, амфоры. Вот, посмотрите, это амфора с гераклом. Древние греки очень любили мифы о могущественном герое Геракле. Он был наделен необыкновенной силой и совершил много великих подвигов. На этой амфоре как раз изображен один из его подвигов. Геракл усмиряет страшного пса. А вы знаете, зачем у амфоры две ручки? В нее наливали воду или масло. В них хоронили и перевозили зерно. Если амфора была большая и тяжелая, то в эти ручки просовывали деревянные палки и носили вдвоем. В этом музее много залов, в которых можно увидеть произведения искусства разных времен и народов от очень-очень древних до наших дней. А я хочу показать вам залы импрессионистов, которые мне очень нравятся. Когда я бываю в Пушкинском музее, то обязательно заглядываю сюда. А вы знаете, кто такие импрессионисты? Сейчас я вам расскажу. Когда-то, лет 150 назад, небольшая группа художников открыла выставку своих работ. Клод Моне представил на выставке свою картину, на которой был запечатлен момент превращения ночи в день. Моне назвал свою картину впечатлением. А слово впечатление по-французски звучит как импрессион. Поэтому этих художников стали называть импрессионистами. Они не хотели прорисовывать все детали, но попытались передать на картине свои мимолетные ощущения, впечатления и настроения с помощью необычных мазков, света и тени. На картине Клода Моне «Бульвар капуцинок» тот самый бульвар, на котором проходила первая выставка импрессионистов. Это одна из самых известных улиц Парижа. Посмотрите, кажется, что на этой картине все движется. Вот идут люди, едут экипажи, а мы с вами как будто стоим где-то высоко на балконе и смотрим сверху на бульвар. И это не случайно. Клод Моне писал эту картину, стоя на балконе. Картину «Голубые танцовщицы» написал Эдгар Дега. Любимой темой художника стал мир балета. «Голубых танцовщиц», как и многие другие работы, Дега рисовал пастелью. Поэтому на его картине так красиво сочетаются штрихи разных цветов. Посмотрите, какого красивого синего цвета платья танцовщиц. Кажется, что если выключить свет, они будут верцать в темноте. А знаете, почему такой цвет получился? У Дега был друг, итальянский художник, и он разработал ему секретный раствор, от которого пастель не тускнела. Но он так и остался в секрете. Художник никому не выдал состав раствора. Зато картины его дошли до нас такими яркими цветами. А это картина Поля Сезанна, Пьеро и Орликин. У этой картины есть другое название – Мардегра. Мардегра – это очень популярный праздник во Франции и многих других странах, наподобие нашей Масленицы. Он тоже посвящен встрече весны. Праздник проходит в виде карнавала. Художник нарисовал двух людей, которые переоделись в Пьеро и Орликина для выступления на карнавале. Пьеро и Орликин – самые популярные карнавальные персонажи. Придумали их в Италии много лет назад. Они имеют свои характеры. Пьеро печальный, неловкий, все у него валится из рук. А Орликин, наоборот, ловкий, удачливый. Их костюмы также подчеркивают их характеры. Пьеро всегда носит мешковатый белый костюм с большими пуговицами и чрезмерно длинными рукавами. А Орликин же одет в яркий костюм с красно-черными ромбами. Он очень идет его бойкому характеру. Именно такими Пьеро и Орликина изобразил художник Сезанн. Кстати, Сезанн не любил театров и карнавалов. Он был угрюмым и молчаливым человеком. Но написал этих героев, так как театром увлекался его сын. В костюме Орликина ему и позировал его сын. А в костюме Пьеро – друг сына. Красные виноградники в Орле – это картина Винсента Ван Гога. Орль – это небольшой городок на юге Франции. Поэтому здесь много солнца, зелени. Ван Гог сюда приехал, чтобы найти яркие краски. И ему это удалось. Посмотрите, какая красочная картина. Хоть картина и называется «Красные виноградники», но на самом деле листья винограда обычные зеленые. Просто в лучах заходящего солнца Ван Гог наблюдал оптический эффект. Листья как будто стали красными. Происходило это осенью во время сбора урожая винограда. И мы видим на картине еще и сборщиц. Ван Гог внимательно изучал природу и передавал ее настроение на своих пейзажах резкими, густыми мазками. А вот картина художника Анри Матисса «Красные рыбки». Художник показывает нам небольшую часть оранжереи. Мы видим на столике стоит банка с золотыми рыбками. Слева виднеется плетеное кресло. Зелень растений делает этих рыбок еще более яркими. Часто о картине Матисса говорят, что ее как будто написал ребенок. Художник сознательно упрощал свою живопись. Он отказался от смешения красок и мелких деталей, чтобы не заглушать влияние цвета на зрителя. Ну вот, друзья, и закончилось наше путешествие по Пушкинскому музею изобразительных искусств. Если вам понравилось, то приезжайте сюда и увидите сами еще много-много интересного. А я прощаюсь с вами, как всегда. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok